Наша героиня Назгуль решила взять кредит. Не зная, какие документы для этого необходимы, она зашла на веб-сайт банка. Информацию о кредитной политике можно найти как на сайте банка, так и в любом его филиале. Кредитная политика четко сформирована, так как финучреждениям необходимо в первую очередь обеспечить возвратность займов, иначе неизбежно банкротство. Способов снизить риски невыплаты кредита существует множество, и возвратная займа обеспечивает целая система принятых мер. Назгуль объяснили, что в первую очередь ей необходимо подтвердить свою платежеспособность. Практика показывает, что именно этот фактор является гарантом возврата долга. Все зависит от вида кредита. Допустим, возьмем самый распространенный кредит – это потребительский кредит и коммерческие кредиты. При получении потребительского кредита, если человек официально работает где-то, с него требует справку о доходах, в зависимости от требований за последние полгода или год, чтобы определить плачеспособность. Если человек, который получает кредит на коммерческие цели, у него требуется чуть-чуть другой пакет документов – это подтверждение бизнеса, наличие активов. Параллельно банк будет проверять репутацию Алии, конечно, не в социальных сетях, а в финансовой сфере. В Кыргызстане существует кредитное информационное бюро «Ищеним». Здесь собрана информация почти со всех банков Кыргызстана и большего количества небанковских кредитных учреждений. Партнеры бюро сразу направляют сюда информацию о платежах клиента – вовремя ли заемщик делал взносы, не было ли проблем с возвратностью. Поэтому, если вы хоть раз брали кредит, ваши данные должны быть в бюро. Далее финансово-кредитное учреждение переходит на следующий этап – это гарантии возвратности денег. К ним относится залог, поручительство страхования кредита, гарантии банка. Согласно закону, залоговое обеспечение должно быть не менее 120% от суммы выдаваемого кредита. Немного, допустим, вы хотите взять кредит в размере 100 тысяч сомов, ваш залог должен составлять минимум 120 тысяч сомов по оценке оценщиков, сотрудников кредитного учреждения. Эти 20 тысяч идут на покрытие возможных рисков. Стоимость залога определяют специалисты залоговых или оценочных отделов финансово-кредитного учреждения. Это может быть как движимое, так и недвижимое имущество. Если у заемщика возникнут проблемы с погашением и, например, должник не будет вносить оплату по кредиту в течение длительного времени, тем самым нарушая условия кредитного договора, то после нескольких официальных предупреждений банк примет решение о взыскании задолженности путем реализации залогового имущества. Согласно законодательству Кыргызстана, если залоговое обеспечение не реализуется по итогам двух торгов, то залог переходит на баланс финансово-кредитного учреждения. В некоторых случаях достаточно наличия поручителя. Поручительство – еще один из распространенных способов обеспечения обязательств заемщика по погашению кредита. Стать поручителем может физическое лицо или организация. При оформлении отношений между банком и поручителем подписывается письменный договор поручительства. Договор поручительства, как правило, заключается или до подписания, или одновременно с подписанием кредитного договора. Банк проверит и платежеспособность вашего поручителя. Если ваш поручитель не работает, не имеет доходов, которые соответствовали бы размеру долга, то он не может выступать поручителем. Также, если в роли поручителя выступает юридическое лицо, активы и финансовое состояние компании тоже будут проверены. Ведь в случае не погашения кредита вами, вместо вас, этому поручителю, компании или же физлицу придется погашать полную сумму кредита. У нас очень много случаев, когда родственники, друзья, знакомые просят кого-либо подписать договор поручительства. В случае неоплаты кредита, кредитное учреждение уже будет требовать погашения долга в полном объеме вместе с процентами, с пениями, штрафами с поручителя. Иногда на помощь приходят другие банки. Вас могут попросить принести банковскую гарантию. Это письменное обязательство банка перед другим банком о том, что он выступает гарантом возврата данного кредита. И еще один способ обеспечения возвратности кредита – это его страхование. Минусом для заемщика страхование является в том, что заемщик несет дополнительные расходы. И поэтому, учитывая, что сейчас большая конкуренция, кредитное учреждение отказывается от требований, предоставления страховки кредита. По словам финансистов, самый действенный способ нацеленный на минимизацию риска невозврата кредита – пресечение мошенничества на первой стадии, то есть на этапе обработки кредитной заявки.